МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От этой напасти даже сильнодействующие лекарства не спасут. Областной Роспотребнадзор призывает садоводов обработать свои участки от клещей. У кровососущих начался период миграции. Кроме того, свою активность они начинают проявлять с приходом теплых дней. Но если судить по числу обращений в вирусологическую лабораторию, даже в холодную погоду не стоит терять бдительности. Наша съемочная группа в этом убедилась. С начала опасного сезона 169 калининградцев пострадали от укусов клещей. Только на прошлой неделе было зафиксировано 75 случаев. Из лесов кровососущие начали мигрировать поближе к людям. И чаще всего их обнаруживают на дачных участках. Участок у Зои Петровны Чешко находится в поселке Медовое по дороге на Старый Берлинский мост. Клещ впился еще на прошлой неделе, но обнаружила его пенсионерка только когда вернулась с дачи домой. Потому и решила проверить, заражено насекомое или нет. Клещ – это сволочь. Я говорю, за него еще деньги платить надо. Деньги придется платить, если в вирусологическую лабораторию обратились самостоятельно. Больше 600 рублей, чтобы проверить клеща. На четыре основных инфекции в два раза меньше будет стоить анализ только на энцефалит и болезнь Лайма. Соответственно, за исследование только на один опасный возбудитель сумма еще меньше. Если он обращается в начале лечебного учреждения, где ему снимают клеща, ему обязаны выписать направление на бесплатное проведение исследования клеща на болезнь Лайма и на клещевой энцефалит. С начала опасного периода в лаборатории подтвердили три случая энцефалита и еще 20 болезней Лайма. Каждое заболевание опасно, потому что дает очень серьезное осложнение. Ольга Мышковская в лабораторию сегодня приехала тоже в первый раз. От укусок леща пострадала ее мама, тоже на даче, в Светлом. Конечно, паника-то есть. Раньше такого не было. Сейчас вот, конечно, тоже. Ну, раньше как-то, ну, снял, выкинул все. А сейчас, говорю, есть случаи, что заболевают и люди, заболевают и животные заболевают. Роспотребнадзор призывает дачников не паниковать, а принять все необходимые меры безопасности и самостоятельно обработать свои участки от клещей. Раньше как-то, я говорю, и опрыскивали все, ездили. А сейчас переживают, все рассказывают, что очень много болеет, даже есть случаи смерти. Они никто не опрыскивает, ничего не делают. Для людей всегда денег жалко. Хотя местные власти рапортовали, что в этом году средств на обработку парков и скверов было выделено в два раза больше. Потому гражданам лучше не терять бдительности. И главный совет здесь. После каждой прогулки в лес или в парк, или поездки на дачу, внимательно осмотреть себя и своих близких. Мария Пустникова, Виталий Сырцов, Служба новостей город. 7 июня в 40 странах мира отмечается Международный день безопасности на железнодорожных переездах. Российская статистика смертей на железной дороге с начала 2012 года уже превышает цифры за прошлый. Сотрудники КЖД устроили акцию по привлечению внимания к этой проблеме. Костюм ангела и смерти с косой сильно удивляли водителей этим утром. И даже те, кто торопился на работу, останавливался. Хотя и не по своей воле. Остановка перед приездом обязательно. Но если верить работникам железной дороги, не все водители об этом помнят. Вот и решили железнодорожники таким образом освежить в памяти автомобилистов правила дорожного движения и то, какая опасность их может ждать при пересечении путей под запрещающий сигнал семафора. А молодые люди с косами символизируют исход таких опасных манёвров. Для проведения акции этот переезд выбран не случайно. Автомобильный поток достаточно большой, а по железной дороге проходят практически все пассажирские и грузовые поезда области. Переезд в Луговом у нас давно вызывает небеспочвенное опасение. Дважды в прошлом году машинистам наших поездов пришлось применять режим экстренного торможения, в том числе и пассажирского поезда, который шёл на Санкт-Петербург. По сравнению с другими регионами страны, в Калининградской области самое большое количество переездов на километр. А статистика аварий и смертей за последние полгода неутешительная. Только в нашей области было зафиксировано 125 нарушений правила проезда через железнодорожный пути и три аварии. Если сравнивать статистику за 2011-2012 год по России, ситуация выглядит не лучше. В разных регионах страны произошло 104 столкновения с поездами, тогда как в прошлом году – 88. В результате этих происшествий пострадало 63 человека, что на 5 человек больше, чем в 2011. Почти в два раза больше смертей из-за аварий на переездах. Сходы железнодорожного состава происходили в 7 раз чаще, чем в прошлом году. Сами железнодорожные работники считают, что одними акциями ситуацию не исправить. На некоторых переездах области уже установлены металлические защитные барьеры, которые поднимаются из асфальта при движении поезда через переезд. Но установка такого барьера стоит более миллиона рублей. А завод, который занимается их изготовлением в России, лишь один. Каждый год КЖД выделяет около 20 миллионов рублей на поддержание переезда в соответствии с установленными нормами. И денег в этом году хватит лишь на один защитный барьер на переезде в Советске. А пока переодетые «Ангелы» надеются на ответственность самих водителей. Здесь это арматизаторы, здесь нарисован поезд и написана надпись «Будьте внимателен». Я думаю, что человек, когда будучи ехать, он обратит на это внимание и что-то все-таки отложится в голове. «Ангелы» и «Смерть» сегодня посетят еще пять опасных переездов области. А завтра их сменят сотрудники ДПС, которые будут проводить профилактические беседы с водителями почти на 100 переездах области. Илья Ишутин, Виталий Сырцов, Служба новостей город. В эту пятницу в мире отметили День океана. Именно к этой дате сотрудники Музея мирового океана постарались закончить ремонт одного из самых больших своих экспонатов. Подводная лодка Б-413 вернулась на свою стоянку на набережной Петра Великого. С какими сложностями столкнулись работники музея при буксировке лодки и как она изменилась после ремонта, смотрите в следующем сюжете. Ремонт и реставрация подводной лодки Б-413 длились почти месяц. За это время отремонтирована она была лишь внешне. Внутри самой лодки все осталось по-старому. На это были свои причины. До ремонта у нас были опасения насчет ее целостности корпуса легкого. А это означает, что безопасность для посетителей, в первую очередь, которые там находятся. Лодка могла в любой момент, мы не знаем состояние корпуса, она могла в любой момент накрениться или крен получить, или дифферент на нос или на корм. Тем более инструкции требуют осмотра любого судна каждые 5-10 лет. Эта лодка простояла у набережной без ремонта почти 12. Течение приголи создает в этом районе водные завихрения. Поэтому они намыли немало песка в торпедной отсеке подводной лодки. Но это не все, что открылось ремонтникам в доке Светлого, куда и была доставлена лодка. Когда мы ее туда притащили, обнаружили очень толстый слой ракушек на ней. Там, представляете, ощущение было, что все ракушки со всей речки-речки на лодку сели покататься до приголи. По дну реки проходит труба городской канализации. Директор флота Музея Мирового океана признается, если бы лодка зацепила ее, экологической катастрофы было бы не избежать. Но теперь лодка заняла свое место на набережной и в ближайшее время там и останется. Сейчас у нас есть уверенность, что она еще простоит лет 10, это точно. Хотя Светловский завод дает гарантию 25 лет простоит. В экспозиции судов Музея Мирового океана есть рыболовный корабль СРТ, исследовательское судно «Витязь» и военная подводная лодка Б-413. Сотрудники музея собираются приобрести и еще один экспонат. По их задумке это должно быть парусное судно. Какое? Пока тайна. Правда, сотрудники музея признаются, что барк Крузенштерн может проходить в море еще много лет, но закончить свой путь должен на набережной у Музея Мирового океана. Илья Ишутин, Сергей Немыгин, Служба новостей город. Покорить столицу и стать великим актером. Около 50 калининградцев пришли в четверг на прослушивание в школу-студию МХАТ. Преподаватели Московского художественного театра прилетели в Калининград, чтобы выбрать себе самых талантливых учеников, что предстоит изучать в школе Станиславского и чем будущие актеры покоряли московское жюри в материале Ильи Ишутина. Для этих молодых людей сегодняшний день может стать одним из самых значимых в жизни. Все они ждут своей очереди, чтобы зайти в таинственный кабинет жюри. В нем проходит прослушивание в ХАТ. Мечта стать столичным артистом одного из самых значимых театров страны есть у каждого в этой очереди. В жюри сидят преподаватели и режиссеры Московской академии. Для них претенденты должны были выучить три отрывка из прозы, четыре стихотворения и такое же количество басен. Ведь этот дерево вредит езду в город, говорит, коль корни обнажишь, оно засохнуть может. Многие из тех, кто сегодня пришли на прослушивание, уже занимаются в калининградских театральных школах и студиях. Но в МХАТе им придется получить еще больше навыков. Упражнения на память физических действий, этюды на фантазию и даже органическое молчание. Алифтина Тукан прошла уже не одно прослушивание в столичные вузы. Щепкина, Щукина, ВГИК. 17-летняя девушка доходила до третьего тура, но получить заветное место студента так и не получилось. ПЕСНЯ Кроме опыта участия в многочасовых прослушиваниях и кастингах, Алифтина уже два года занимается в Калининградской театральной студии. А отношение к своим конкурентам на счастливый билет в МХАТ у нее довольно философское. В принципе, когда ты по-доброму как-то, мне кажется, то и люди к тебе тоже добрые, поэтому, когда я зашла, я абсолютно не волновалась на этот счет, я просто знала, что требуется, я просто это делала, вот и все. Всего на отбор пришло около 50 человек. Узнать, стали ли они участниками студии МХАТ и поверили ли им в суди, они смогут лишь поздно вечером. В очереди признаются, что ожидание результатов еще мучительнее, чем волнение перед прослушиванием. Вспомнить все и не поддаваться панике. В этот четверг калининградские школьники сдавали экзамен по математике. Этот предмет считается основным, а ответить на вопросы части С под силу только тем, кто точными науками владеет основательно. Пробные ЕГЭ по математике ребята сдавали 17 апреля. Результатами остались довольно не все. 64-я аудитория. Елена Петровна, все шаг назад сделали. Светлана Георгиевна, шаг назад, пожалуйста. Каждый шаг по линеечке, каждое действие по команде руководителей пункта приема ЕГЭ. В этот четверг старшеклассники сдавали математику. По правилам единого государственного ни одного преподавателя тучных наук в стенах 38-й школы сегодня нет. Другие постулаты ребятам напоминают уже на входе. Святая святых. При себе только паспорт, пропуск и гелевая ручка. Шоколад ставим в голову. Воды ставим возле парки. А первым пунктом уже по традиции звучал запрет на мобильные телефоны. Напомним, всего в Калининграде за время сдачи ЕГЭ 2012 было зафиксировано 7 нарушений. И большая часть как раз из-за сотовых. По четырем случаям государственная экзаменационная комиссия приняла положительное решение. Это означает, что ребят допустили на пересдачу в этом году. Это нелепые, глупые нарушения, которые привели к большому стрессу, как самих детей. Я хочу, чтобы здесь не забывали еще и об организаторах. Это не церберы, которые стоят у ворот, а учителя, которые болеют за детей. За порядком на 15-м пункте приема ЕГЭ сегодня наблюдают два представителя с министерства и еще два общественных наблюдателя. Стать им Лариса Шульга решила по зову материнского сердца. Сыну в следующем году тоже сдавать ЕГЭ. Главное, что, по-моему, не нервировать учеников, потому что они и так нервничают. Ну, по крайней мере, я так думаю, что в следующем году, если моему сыну попадется наблюдатель, чтобы он его не нервировал. Так старают делать. На сдачу ЕГЭ по математике по регламенту дается ровно четыре часа. Эта дисциплина считается основным предметом. Самый боевой настрой у ребят из Калининградского морского лицея. Многим дальше поступать в Балтийскую государственную академию, потому результаты очень важны. Да, довольно много занимались. Очень упорно, сильно. Обидно, что на физике можно пользоваться калькулятором, а на математике нет. На экзамене по математике допускается только линейка. И, кстати, части А в бланках, поэтому предмету нет только Б и Ц. Но, чтобы получить достойное количество баллов, ребятам придется вспомнить все. Поскольку у нас нет двух экзаменов по математике для всех и для тех, кому математика как профильная нужна, поэтому математика у нас так и выстроена. Первая часть, в принципе, для всех, вторая часть для тех, кому математика нужна для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях. Поэтому мы с вами сейчас начинаем его скрывать. Там, это и с вами. Мария Постникова, Андрей Шелест. Служба новостей город. Открытие долгостроя. Школу на улице Карамзина начали строить еще в начале 90-х годов. И только в этом году у нас может принять первых учеников. Проверить завершение стройки приехал депутат окружного совета. Чем поразила новая школа чиновников в следующем сюжете. Стройка длиной почти в 20 лет. Новая школа на улице Карамзина примет около тысячи своих учеников уже 1 сентября. Сейчас строительные работы еще продолжаются, но через месяц у входа торжественно перережут красную ленту. Проверить, успевают ли строители в сроке, приехали депутаты и начальник комитета по образованию. Новая 56-я школа пока станет последней в этом районе. Есть рядом прекрасная 6-я школа, где выпускаются очень хорошие выпускники. В плане того, что хороший процент по успеваемости не до конца будет заполнен на 45-е, поэтому на сегодняшний момент это будет достаточно. Около строящейся школы проходит оживленная дорога. Депутаты заверили, что уже к осени на ней будут установлены лежачие полицейские. Также изменится маршрут автобуса номер 7, который теперь будет курсировать по улице Карамзина. Школа будет оборудована пандусами и лифтами для детей-инвалидов, двумя спортзалами, бассейном и хореографическим классом. Но не только это отличает её от других учебных заведений. Вход в школу будет по электронным карточкам с информированием родителей о том, когда пришёл ребёнок, какое время вышел. Это один момент. Другой момент, то, что это где-то сделает более доступным и школьное питание, то есть отсутствие наличных денег, это расчёты по карточкам, это библиотека электронная. Есть новшества. Все данные медицинского кабинета будут фиксироваться во всех детских поликлиниках города. Ученикам теперь не надо носить в школу справки о болезнях. Также врачи будут отслеживать учеников, уклоняющихся от прививок. Строительство такой школы стоило городскому и федеральному бюджету около 680 миллионов рублей. Но, по мнению чиновников, затраты себя оправдывают. Уже сейчас в очереди на поступление стоит более 800 новых учеников. Илья Ишутин, Виталий Сырцов, служба новостей город. Для одних шоу и зрелище, для других опасное увлечение. Артисты театра огня готовятся к вселенскому карнавалу пламени. Он пройдёт 15 июня в столице. В прошлом году наш театр вернулся оттуда с призом зрительских симпатий. Кстати, немало поклонников у актёров столь необычного жанра. И среди калининградцев какие эмоции возникают при виде того, как человек укращает огонь, и откуда родом огненное шоу в сюжете Марии Постниковой. Тщательно смотаем, чтобы они нам всё не спалили, всё не разъели, чтобы мы не сгорели. Специальная ткань для фитилей называется кевлар. Он в пять раз прочнее стали и считается самым огнестойким материалом. Самих артистов театра огня во время выступления спасает специальная экипировка. Здесь никакой синтетики и декоративных деталей, кроме одной, а вернее двух. Ну вот у нас специальные штучки на пульснике, мы вытираем им лица. Когда плюешься керосином, лицо промокает в керосине и вода загорается. Надо вытирать постоянно. По гороскопу родная стихия Андрея Приданцева вовсе не огненная, он близнецы. Руководитель театра огня Роман Клец вышел из водных знаков. Сначала занимался реконструкцией, а потом нашел для себя новую забаву. Кстати, своими корнями огненное шоу уходит в Новую Зеландию. Именно там и заказывают обычный инвентарь или мастерят сами. Работа очень опасная сама по себе. Ну, и это людям нравится. Правда, никто из зрителей даже не догадывается, что из-за этой опасной работы у Романа однажды полностью обгорел верхний слой лица. Чтобы подобных ЧП во время выступлений больше не было, они часами, неделями и месяцами сначала тренируются без огня. И только когда все движения отточены до совершенства, поджигают фитиль. Конь это опасность, а здесь показ о том, что можно им управлять. Это здорово. Артисты огненного театра могут не только этой опасной стихией управлять, но и устраивать и настоящее шоу. С элементами акробатики не только, особым ритмом и музыкой. От испанской классики, как сегодня, до современного транса. И успех этого шоу целиком зависит от актерской игры. От того, сколько отдаешь своих эмоций, сколько их вкладываешь в действие. То есть от того, насколько ты готов раскрываться для людей. И танцевать, и как-то передавать через танец эмоциональность музыке, эмоции огня какой-то игры. Очень захватывающе, как будто бы какой-то цикл жизни проходит. И после каждого такого жизненного витка артисты готовятся к следующему. Впереди у них вселенский карнавал огня. Каждый год он собирает лучших представителей огненных подмостков. В прошлом году калининградцы завоевали приз зрительских симпатий. В этом готовы биться за полную победу в финале. Мария Пусникова, Сергей Немыкин. Служба новостей. Город. Редактор субтитров А.Семкин